Друзья, всем привет! Вы на канале Будь Можиком и сегодня будет коротенький видеоролик о том, как надо качать давление в расширительный бак. А кто не в курсе, я газовщик, занимаюсь ремонтами газовых приборов в Одессе. Я ремонтирую газовые плиты, колонки, котлы газовые. Если вам нужны мои услуги, вы можете со мной связаться через Инстаграм. В Инстаграме есть все мои контакты, ссылка на мой Инстаграм будет в описании. Вы очень часто спрашиваете, как качается расширительный бак, как это правильно сделать на газовом котле. Ну вот сейчас у нас на техническом обслуживании газовый котел Бакси. И смотрите, вот у нас расширительный бак, его нам надо будет накачать. Давление 0,7 от давления в системе, если несколько этажей. Но в данных котлах лучше качать 1 бар. Значит, как это делается? Для начала перекрываем все краны. Обратка, подача, горячая вода. Горячая вода, подачу мы перекрываем. Выход, открываем. Открываем смеситель на горячую воду. Водичка не течет. Далее, чтобы слить воду, открываем кран подпитки. И вот у нас начинает сливаться котел. Постепенно, сейчас мы покажем, как это происходит. Вот у нас давление, в принципе, уже на нуле. То есть, сливаем через кран подпитки. Но это делается только в тех котлах, где нету обратного клапана. Но на Бакси данной версии нет у нас обратного клапана, поэтому этого легко делается. Если это, например, у нас будет в Ферроле, то на Ферроле так уже сделать не получится. Там надо пользоваться краном слива. Ну, кран слива тоже на котлах обычно есть. Кто не в курсе, на Бакси он находится вот здесь. Вот эту вот вещь мы откручиваем, и у нас отсюда сливается вода, если у вас нет такой возможности слить воду. Значит, после того, как сливается вода, откручиваем колпачок. Затем берем компрессор. Я обычно выставляю 1,1, потому что потом, пока мы откручиваем, там остается приблизительно где-то килограммчик. Сейчас я подсоедню, начну качать и покажу. Вот уже мы дали небольшой доступ воздуха, снова потекла вода. И теперь начинаем качать. Кран все время находится у нас в открытом положении, потому что вытекает вода из расширительного бака. Только после того, как вода из крана перестанет течь, ну, или из крана слива в вашем котле, если вы сливаете через кран слива, только тогда вы можете действительно узнать, какое давление у вас находится в расширительном баке. Поэтому качаем до тех пор, пока вода не перестанет течь из котла. В данном случае через смеситель. Поэтому подкачиваем дальше. Так, вот у нас вода перестала течь из крана. Это говорит о том, что у нас уже пошел накачиваться именно воздух в расширительный бак. Теперь накачиваем 1.1, отключаем компрессор и проверяем на утечку, обязательно проверяем на утечку ниппель, потому что они периодически травят. Берем немножко мыльной пены и наносим на ниппель. И смотрим, если будут дуться бульбашки, значит ниппель надо заменить. Берем специальный инструмент, вкручиваем ниппель и меняем. Если же бульбашки не дуются, как в данном случае, то мыло желательно выйдут. После этого закручиваем колпачок. И в принципе, расширительный бак на данном котле накачан. И все, можно будет двигаться дальше. Так что, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И вас ждет еще много полезных и интересных видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok